Всем привет! Сегодня я договорился о старте с двумя интересными машинками. Две малолитражки, одна Passat 1.9 турбодизель на 90 лошадок 1993 года. Вообще консервный банк. А вторая это мицбисикольд 2007 года 1.3 инжектор. Вы только одумаетесь в мощность этих двух машин и вам сразу станет страшно и весело и не знаю, что там будет. Но честно говоря, я из этих стартов просто в шоке. Если учесть, что у меня машина идет за 10.5 на бензине до сотни и за 11.2 на газу, я именно сегодня старты производил на газу. И я уже делал не один заезд, с машинами равными мне по мощности и даже больше. В принципе, вы эти видео видели. Я просто в шоке с того, что произошло со мной сегодня, а не нет. Я не знаю просто, как это могло произойти. Я думаю, вам стоит посмотреть это видео. Просто стоит. Ну что? Ну что? Ладно, давай на три. Сейчас. Пасад 1.9. 90 лошадей начинает проигрывать на КПС и сотни. Вилга пошел. Давай я с нагазовки попробую немножко. Ты хочешь с нагазовки? С маленькой. Давай. Раз. Давай. 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 не одинаково идут вообще да 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 ну давай мне без наказовки нет смысла идти вообще с тобой давай на третий сигнал короче пасад 1.9 короче вот так пасад 1.9 турбодизель если аудио уходит на газовки еле 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 проигрывает вот такие вот приколы на самом деле извините меня это просто пипец пасад 1.9 дизель это просто сила еще раз попробуем интересные старты но давай я попробую тебя немножко отпустить и дать газа я попробуйте отпустить может хорошо давай давай а у меня не механический режим получит давай давай я уже фашку пешотами полезно да 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 может со скоростью попробуй я думаю у меня уже не получится с картоном нормально через нуля с нуля лучше будет мне со скоростью это вообще нет смысла от меня кольт уходит давай ради приколоса снимем со скоростью со скоростью а сколько ехать будем ты включай как хочешь скорость ну тут а мы пока тут не выйдем с тридцати наверно ну давай и назад вертаемся давай 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 с тридцати да у меня был было переключение долго у меня переключение на первую было я автомат не переключил да да у меня тоже воняет у меня не на первой передаче был он на первой переключался он переключался у меня я его забыл механический режим поставить а ты за какой в передаче с первой хотел а поехал за какой со второй давай с тридцати да на первую в на первую скорость на первую на первую на первую Просто пипец, вровень идут. Короче, прикол в том, что эти две машины, 2.4 и 1.9 турбодизм едут наравне. И преимущество Audi, вот это вот Audi преимущество появляется только после сотни. Грубо после сотни. То есть получается, что 1.9 90 лошадей идет так же, как 180 лошадей 2.4. Как тебе старты? Блин. Пиздец, 2.4 Audi не может вырвать 1.9 Passat на мокрой дороге. На мокрой дороге Quattro не может вырвать. Четыре колеса против одного левого колеса Passat. В общем, можно попробовать на кольце еще. Короче, я вообще не понимаю, что происходит. 2.4 я вообще ничего не могу сделать против 1.9 турбодизм. Посмотрите, как он печальный. Это Audi ничего не может сделать против него. Это полный приют. Но, наверное, масса играет большую роль. И у меня был газ. Я не могу переключить на бензин сейчас. Я был на газу. На бензине было бы, наверное, немножко лучше, да? Короче, не для этого эта машинка. В конце гонки приехали подключать колеса. Ухаживаем за 1.9. Ухаживаем. Ну, одним словом, получилось так, что старт я производил на газу. На газу, по моим ощущениям, здесь мощность немножко меньше. И, в принципе, как получилось, ну, мы сейчас засекли по видео, как она пошла, получилось 11.2. На бензине получилось 10.5. Ну, то есть, там немножко меньше секунды разница, но все равно, я думаю, что, блин, практически так же, как на бензине она идет. То есть, здесь, если на бензине бы и было, то была бы очень маленькая разница. Так что, я думаю, что говорить не о чем. Просто эта машина, по моему мнению, тут нет такого ощущения, что она слабая, она едет, на самом деле, довольно неплохо, приемлемо, но она больше ощущается, как будто, вот грузовик, он мощный, но он, блин, не едет. И это то же самое, ощущение тоже самое. А эти машины, они как бы на механике, я не знаю, они вырывают просто, как тазики от меня. Что одна, что другая. Метцеби-секойка вообще меня ворует в план. Эта машина, я от этого Passat такого не ожидал. Грубо говоря, этот Passat вышел за 11 секунд до сотни, за 11-12 секунд до сотни. Но, блин, в моем тест-драйве, когда крутило до максимума, он получался вообще за 14 секунд, или за 16 даже. А тут за 11-12 получилось. Просто до конца его не крутите, и так получает. Так, для сравнения, этот Passat вообще 93-го года. У него мощность 90 лошадиных сил. Никакого чипа на машине не стоит. То есть, она вообще дышит, краска через раз. У него 202 крутящего момента. Ну, ладно, по той машине я буду говорить, что на ней стоит чип-тюнинг. После чипа она стала ехать намного лучше, чем она ехала до чипа. То есть, до чипа ее, по идее, Passat вообще должен разрывать. Ну, что тут можно говорить? Блин, печально тут все. Наверное, надо ехать вообще на стенд и замерять ее мощность. Но по характеристике она, в принципе, показывает заводские параметры. То есть, если я не замерю мощность, то есть, секунды те же самые, что от завода.